Егорские хоккеисты вернулись с каникул бодрыми и позитивными, но не сразу окунулись в привычную льдовую стихию. Для начала тренеры проверили, как спортсмены провели лето и готовы ли они к предстоящим нагрузкам. Хоккеисты сдали традиционные нормативы. Самый сложный из них – тест Купера. Трехкилометровую дистанцию хоккеисты должны преодолеть меньше, чем за 12 минут. О том, как спортсмены справились с заданием и на скорость, и выносливость, и кто войдет в основной состав команды, расскажет Виктория Редькина. В хорошей физической форме и, что немаловажно, без лишних килограммов. Практически все хоккеисты Югры даже в отпуске не расслаблялись, а соблюдали режимы, занимались спортом. Возможно, именно поэтому первая тренировка на земле мастерам далась легко. По сути, хоккеисты сегодня только бегали. Но, как говорят специалисты, это самое тяжелое и показательное испытание – тест Купера. Здесь и скорость, и выносливость. Трехкилометровую дистанцию почти 95% из команды преодолели меньше, чем за 12 минут. И уложились в нормативы. Чувствую себя неплохо, но было, конечно же, тяжело. Но как без этого, так и должно быть. Хоккеисты подъехали в хорошей спортивной форме. Видно, что ребята готовились к началу сезона. Поэтому тесты выполняют, в общем-то, по заданным нормативам. Ну, таких особо плохо себя зарекомендовавших нет. Хороших хоккеистов. К слову о хороших хоккеистах. В составе клуба в новом сезоне произошли изменения. Так, например, на позицию нападающего в Югру пригласили Айрата Зиазова. Он уже надевал зелено-сине-белую форму в сезоне 2014-2015. Тогда в составе северной ледовой дружины он провел 8 матчей и отличился забитым голом и результативной передачей. Прошедшие же два года Зиазов провел в Карагандинской Сариарке и даже стал лучшим бомбардиром ВХЛ и действующим обладателем Кубка Петрова. Как пригласила Югра, посмотрел тренерский состав и игроков, согласился на этот приход. Какие планы у вас на сезон? Только кубок. Пойдем за третьим кубком. Амбициозные планы на предстоящий сезон перед своей командой ставит и главный тренер Вадим Епочинцев. Между прочим, он перешел в ледовую дружину из московского «Спартака», выступающего в континентальной хоккейной лиге. Говорит, что главное в команде – это дисциплина, подготовка и настрой. Отмечу, что вместе с мастерами тестовые испытания будут проходить и некоторые воспитанники Югорской хоккейной школы. Это игроки молодежной команды «Мамонты Югры». Впрочем, тренер говорит, что результат зависит только от самих спортсменов. Как они покажут себя в предсезонке, так и будут играть в регулярном чемпионате. На собрании сказал ребятам, что все будет строиться, наша работа на спортивном принципе. Как ребята себя проявят на вот этих вот предсезонных сборах, кто будет выглядеть лучше, тот и будет играть. Ну и постараемся, чтобы хоккей был интересен нашим зрителям не только результатом, но и именно игрой. Уже этим вечером наша ледовая дружина отправится на сборы в Курганово. Позже в Нефтекамске Югра проведет несколько товарищеских встреч и к 11 августу вернется в Ханты-Мансийск. Отмечу, что еще одним показателем станет турнир имени Шилова в Санкт-Петербурге. После этого тренерский штаб определится с основным составом на предстоящий сезон. Виктория Редькина, Кирилл Навьюхов, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.